Здравствуйте, дорогие зрители! На своем видеожурнале про антикварные дни, про джинсовые бренды, некогда популярные в далекие советские годы ушедшие. Сегодня как раз будут именно такие музейные раритетные джинсы, в частности будут бразильские джинсы Look и джинсы производства в Гонконг, джинсы Marshall, весьма популярные на Советском Союзе, благодаря воинам-афганцам. Итак, друзья мои, каждый из этих лотов я вам покажу, они очень интересные, уникальные даже, очень редкие. Не забывайте только, что показываю я вам не только для того, чтобы вас подразнить, но и это возможность для тех, кому западут душу эти джинсы 40-летней давности, с таким, так сказать, коньячным настоем, то вы сможете это сделать в единичном экземпляре, в единичном размере, если он вам подойдет, конечно, перейдя по ссылкам, которые я размещаю под этим видео в описании, в первом комментарии. Эти две пары джинсов объединяет не только то, что они имеют 40-летнюю вот такую выдержку, не то, что они такие вот в новом коллекционном состоянии, но и то, что они выполнены из ткани Broken Twill Indigodenim, которая в простонародье зовется елочка, которая имеет вот такое уникальное плетение нитей. Впервые такая ткань была изобретена компанией Bluebell, в начале 60-х годов именно из такой ткани стали выпускаться все рэнглеры Maverick, Sagefield и другие бренды, которые принадлежали Bluebell. Но на самом деле популярность этих джинсов, точнее говоря, этой ткани Indigodenim Broken Twill также перекочевала из океан, и поэтому вот именно эти два лота у нас как раз и выполнены именно с такой ткани, как раз тем, кому именно принципиально нравится Broken Twill. Но здесь есть определенная интрига, конечно. Вот если у вас есть насмотренность джинсов, то есть вы десятилетиями ищете джинсы, смотрите, носите джинсы, то, конечно, вы обратили внимание, что эта ткань имеет определенные нюансы в плане состарения, в плане фейдинга, запиливания. Конечно, любой денимхед ждет от джинсов то, что они будут красиво стареть, красиво пилиться, красиво затираться, как говорят. И вот здесь у этой ткани есть определенные нюансы. Многие знают, что далеко не каждый рэнглер, даже винтажный, будет ярко, красиво, очень выразительно состариваться, то есть приобретать вот такой рельефный, красивый цвет, тон. И вот самое интересное, что своим красивым фейдом славились не джинсы, так сказать, блюбелловских марок, это рэнглер и мэврик, а прежде всего гонконговские джинсы и джинсы производства других фабрик. Этому объяснению я не знаю. Видимо, ткань принадлежала не этому самому блюбеллу, производилась она, видимо, где-то в других местах, и крошение индига на них производилось другим способом, как-то по-другому. Именно поэтому люди помнят столько красиво состаренных маршалов, юэспоп, ленисов, и, в общем-то, далеко не каждый, даже винтажный, рэнглер славится вот таким красивым фейдом. Вот, собственно говоря, в этом состоит интрига. Поэтому люди, которые ждут от этой ткани именно красивого состаривания, часто обращают свой взгляд именно на антикварные джинсы других брендов. Не рэнглер, мэврик, а вот именно вот этих, которые малоизвестны, потому что как раз у них часто потенциал красивого состаривания гораздо выше, чем у американских марок. Ну вот, дорогие мои, давайте я вам, конечно, покажу каждую из них, как обычно это делаю, во всех подробностях. Также буду вам озвучивать размеры и особенности. Начну я с этих бразильских лук. Я не буду вам лукавить, ничего про этот бренд я не знаю. Я лишь могу вам сказать, что первый владелец этих джинсов, от которого мне эти джинсы попали, мне рассказывал, что были они привезены 40 лет назад примерно представителем дипломатической службы из Южной Америки. Сам бренд этот бразильский. И, в общем-то, вот и вся информация, которую я вам могу озвучить. Ничего я больше про них не знаю. Но, тем не менее, джинсы получились весьма интересные. Есть у них свои такие приятные нюансы. Вот давайте сразу разверну я вам их тыльной стороной. Кормой, как еще я называю, да? И вот это, так сказать, лицо любых джинсов, это их карма. То есть, та, что видна с пятой точки. Ну, что здесь сразу бросается в глаза? Эти джинсы очень аккуратные и очень гармоничные. Имеют композицию, выполненную из задних карманах. Обратите внимание, какой у них красивый винтажный крой карман. Это не современные залипухи на половину задницы. Чисто винтажный карман 70-х годов. Вот такой вот он прямоугольный. С такой арочкой, с красивым рисунком строчки. Вот такая арочка более глубокая, как у испанских лойс. Ну, вот вы сами видите общий вид сзади. Очень-очень красиво, очень гармонично выполнено. С кокеткой, с шлевками. Все это прекрасно сочетается. Нюанс. Здесь у нас такой акцент добавляют вот эти заклепки в уголках карманов. Ну и, повторюсь, красивая строчка. Вот так все это прекрасно выглядит. В то же время здесь нет никаких излишеств. Но, тем не менее, джинсы смотрятся достаточно нарядными, привлекают глаз. Здесь у нас из патчей только вот этот бордовый флажок лук. Ну, в общем-то, вот так. Вот так это выглядит. И выглядит, я вам скажу, достаточно убедительно и привлекательно. Прежде всего, конечно, вот этим аккуратным, таким квадратненьким кармашком небольшого габарита, небольшого масштаба, который прекрасно сочетается с поясом и кокеткой. Давайте мы их уже перевернем. Но, прежде чем, как перевернем, я забыл же вам показать красивый флэшер. Красивый флэшер лук. Здесь указан размер. Здесь указана цена в долларах. Это у нас 199. Я не знаю, какие-то у нас доллары американские или какие-то другие. Но вот как есть. Здесь красивый ламинированный картон. Ну, в общем-то, вот так. Давайте посмотрим, какие фишки у нас есть. Какие у нас есть выгоды с фронтальной стороны. Здесь у нас, на самом деле, интересно выполнены заклепок только в уголках передних карманах. А на верхней части здесь у нас нет. Здесь у нас они идут под пояс. Тем не менее, мы здесь видим очень интересное решение. Со штамповкой лук выполнена вот эта клипса. Именно клипса, а не болт. Вот, посмотрите. Видите, да? Очень необычный. И, конечно, наверное, одна из важных фишек этих джинсов – это молнии Идеал. Вот именно на старинные джинсы американские, в частности, ставили вот такие молнии полуавтомат фирмы Идеал. Американская фирма Идеал. И прежде всего это относится к джинсам 70-х годов. Вот 70-х годов до царствования японских ИК. Вот как раз такие полуавтоматы Идеал. Они ставились на вот эти раритетные джинсы. Так что это вот одна из таких крутых фишек. Давайте посмотрим внутри. Здесь у нас фабричные швы в замок. Как вы можете видеть, верхние блоки исполнены цепным стежком, завернутые улиточкой вот в такой замок. Это говорит о том, что джинсы фабричные, не кустарные. Обратите внимание, сколько здесь и стикеров с обозначением цвета, размера, фита. Но, тем не менее, отсутствует. И отсутствует у нас здесь Кеотек. Практически вся информация только на флешере. Изнутри у нас здесь есть мешковина черного цвета. Очень необычная. Ну и, конечно, главная фишка этих штанов. Это, конечно, очень густой, темно, плотно прокрашенный индиго. Брокен Твилл Деним. 14-юнцовый, плотный. Вот такой вот как раз для любителей древней экзотики. И те, кто не хотят покупать новодела, которые плохо трутся и стареют. Вот как раз для вас, друзья, антикварные джинсы из Брокен Твилл. Ну, фишкой старения таких джинсов является то, что они трутся не контрастно, а очень тонально, с такими нежными, нежными цветовыми переходами с высокой дискретностью. Красиво стареют в небесно-голубой цвет. И могу вас заверить, все джинсы антикварные стареют гораздо красивее, гораздо благороднее, гораздо более ярко и благодарнее, я бы сказал, чем современные те же самые ренгеры. Именно поэтому их и часто покупают вместо ренгеров. Ну, здесь у них также еще есть одна фишка, связанная с конструктивом. Бурючина, обратите внимание, выполнена она вот таким простым, простой строчкой и на краю заверлоченная. Для кого-то это будет минус, что здесь штанины без закрытого шва в замок. Но для кого-то это плюс, прежде всего для тех товарищей, которые любят носить изменения в крой брючины. Ну, давайте я вам объясню. Вот смотрите, у этих джинсов просто тупо прямая штанина. Вот тупо от бедра до низа она прямая. То есть, она такая, можно сказать, бесформенная. И, конечно, владельцу этих джинсов может запросто захотеться внести определенные модификации в крой брючина. Ну, скажем, заузить, например, их от бедра к низу, заузить их от колена к низу, сделать их такими вот узкачами, которые называются скини. Да, правильно. Вот, если хотите, например, даже можно сделать из них джинсы, как из мужчин-статистов из клипа CC Catch 86 года. Если вы смотрели, там все мужчины, которые снимаются в этом клипе, абсолютно все вот в этих скини-ускачах. И не на каждых джинсах вы такое сможете сделать. Вот, например, на тех же самых джинсах Marshall у вас такой номер не пройдет. Вот с такими швами закрытыми черта с два вы заузите. Если вы попытаетесь, это вам вытестует такую кучу денег. Вот здесь этот номер не прокатит. А вот с простыми швами, друзья мои, делайте, что хотите. Хоть скини, хоть слим, абсолютно любой фит, любой крой брючины здесь возможен. Это можно сделать у любого портного за совершенно символические деньги. И, повторюсь, для кого-то это минус, а для кого-то это огромный плюс. Я вот, в частности, скрывать не буду. На некоторых джинсах тоже люблю у портного делать вот такие вот модификации фита. Зауживать брючину на некоторых джинсах и от бедра, и от колена. Если швы вот эти вот самые позволяют это сделать, как вот на этих джинсах. Ну, друзья мои, напомню, это 34 размер. Наверное, еще одно важное преимущество этих штанов является их цена. Для антикварных музейных джинсов она слишком низкая. Вы сами это увидите, если пройдете по ссылке, которые я размещу. Такие вот жесткие, плотные джинсы из брокинг-вилла, дига-денима, очень темного, по-настоящему экзотического, антикварного. Для них это практически, ну, бросовая цена. И вы это сразу отметите. Поэтому, благодаря тому, что джинсы не такие уж известные, а точнее сказать, наверное, вообще малоизвестные у нас были в СССР. Это, скорее всего, чисто локальный бренд южноамериканский, который, наверное, не выходил за пределы Латинской Америки. Но, тем не менее, попавший ко мне в руки, он перекочевал наш каталог и может в 34-м размере порадовать будущее владельство и ценой, в том числе, полутария 44 см и большой рост на подгонку, на подгиб. Давайте уже, наконец-то, перейдем к главному, так сказать, хедлайнеру нашего выпуска. Это, безусловно, джинсы Marshall. Я их вам приготовил на, так сказать, вторую часть. Ну, что я могу сказать? Как всегда, те же самые эпитеты гонконгским джинсам, которые я люблю, так сказать, применять к джинсам Lenis, US Pop, US Cop и прочие-прочие гонконгские марки, которые были самыми красивыми, самыми нарядными, если хотите, карнавальными. Ну, таким же джинсам вам позавидовал любой бы мексиканский гитарист из гитарного коллектива, который, помните, выступает в шляпе с амбреллами. Даже у них таких нарядных нет костюмов. Джинсы Lenis – это просто шедевр в плане, так сказать, своей броскости. Ну, если хотите, кича даже какого-то. А именно такой кич очень любили наши модники в начале 80-х годов. Друзья мои, у меня есть все подозрения, что джинсы Lenis, US Pop, US Cop и джинсы Marshall шила одна и та же контора, которой принадлежали эти марки. В Советском Союзе они прежде всего известны тем, что привозили их к нам воины в интернационалисты, которые они покупали там в афганских магазинчиках Дукана, где там и покупали аудиотехнику японскую. И вот многим родным и сами себе на дебиле они провели вот такие прекрасные красивые джинсы. Чем же они так хороши? Ну, прежде всего, у них очень уникальные, так сказать, элементы. Как вы можете видеть, только на таких джинсах можно увидеть красивые окантовки, такие вот рельефные с 3D-эффектом. В данном случае такая волна красного-желтого-голубого цвета. Очень красиво смотрится на кармашках закругленного кроя. Кроме того, в глаза сразу здесь бросается вот такая жестяная лейба-залипуха. Причем она не просто какая-то простая. Видите, она имеет такой цветной зеленый фон. Это у нас эмаль вот такая вот красивая. Видите, она залакирована, блестит. И как обычно, на таких джинсах часто используется буйвол, скелет головы буйвола, как вы можете видеть. Красивые надписи, звезды со всех сторон. Ну, что вам говорить про замки и заклепки? Безусловно, куда же без них-то? Это уж просто как доктор прописал. Видите, какие в уголках они с гравировкой, отштампованные, с большими булавами замки. Есть и флажок красный с черным фоном. Ну, сами видите, да, какая это прелесть. Кош-картонный патч с традиционным логотипом. Это название с красной пятиконечной звездой по центру. Вот еще раз вам их приближу. Насладитесь этой красотой. Да, трехстрочные у нас идут здесь швы. На кокетке, на соединительном шве. Ну, это вот такая традиционная тема для джинса Made in Hong Kong в 80-х, 70-х годах. Джинсы с родины Брюса Ли и Джеки Чана. Давайте посмотрим на них уже спереди, наконец. Ну, понятное дело, понятное дело, как же они бы спереди могли бы выглядеть по-другому. Такие же нарядные, такие же красавочные, такие же броские. Видите, здесь у нас идет и такой шелковый тоже логотип. Здесь он уже вышед золотистым и с красной пятиконечной звездой. Клепки во всех местах, где только можно с брендом. Обратите внимание, окантовочка на передних карманах присутствует. Ну и, конечно, булава, замок, молния. Здесь присутствует у нас штампованное название. Залакированный болт. Маршал, надпись. Здесь у нас идет молния и кей-кей полуавтомат зубцом, фиксатором. Тоже очень древние молнии японские. Но молнии идеал, они еще более древние, вот на тех бразильских. Ну, заглянем внутрь. Как я вам всегда показываю вот эти швы и говорю, что обращайте на них внимание. Они указывают на то, что джинсы не кустарные. Шились не где-то в подвальных условиях, а на специализированном промышленном джинсовом оборудовании. Ну, обычные мешковины. Здесь, к сожалению, отсутствует Кэотэк с размерником. Видимо, первый владелец его то ли обрезал, то ли что с ним сделал. Поэтому здесь он отсутствует. Хотя джинсы сами по себе абсолютно новые, не ношенные, не стиранные, не обрезанные даже нигде. Ну, конечно, конечно, черта, да еще одна черта этих джинсов, это вот такие закрытые толстые швы в замок трехстрочные. И вот с такими швами, друзья мои, у вас не прокатит никакая модификация. Здесь вам нужно примириться с фитом, тот, который есть. И никакие виды изменений брючин тут у вас не получится. Прежде всего из-за того, что конструктив сшивания этих брючин вот такой. Поэтому здесь это вам не бразильские джинсы. Здесь такой номер не прокатит. Ну, добавлю лишь для тех, кому такие джинсы нравятся. Это, друзья, 46 размер, 31х34, с полуталией 39-40. Это, конечно, джинсы на очень субтильного человека, на очень стройного человека с данным размером. Но, слава богу, и такие хоть у нас попадаются сегодня на наш канал, потому что джинсы редчайшие, уникальнейшие. Они никогда не продавались в наших советских магазинах, советской торговли. Никогда они исключительно были завозными. Привозили их либо афганцы, именно с Афганистана, либо привозили их моряки с каких-то азиатских портов. Больше они никак нам сюда не попадали. Очень уникальные, красивейшие, такие вот карнавальные джинсы. Вот такое название я им даю. Ну что, друзья мои, вот такие вот прелюбопытнейшие лоты я вам сегодня показываю. Из ткани Брокинтвилл. Такие вот, безусловно, без всякой порчи, без всякой обработки, химической и физической, настоящий, плотный, 14-мцовый, темный, индигоденим Брокинтвилл. Поэтому обращайте внимание, и если размер вам подходит, и вам очень хочется купить их либо в коллекцию, либо в гардероб, проходите по ссылкам, делайте заявку через кнопку «Купить в один клик», отправляйте свои заявки с вашим номером для контакта, это WhatsApp, Telegram, оставляйте, и если вы успеете выкупить эти джинсы, поскольку эти вещи уникальны только в одном размере, то эта вещь будет вам благодарна, будет вас очень долго радовать, приносить вам очень много хорошего настроения, как и все антикварные, теплые, ламповые вещи. На этом я, пожалуй, с вами буду прощаться. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, читайте инструкции, как просто делать заказ на нашем сайте, все ссылочки под этим видео в первом комментарии. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok